Здарова, народ! С вами Гамбит, мы снова возвращаемся в карьеру FIFA 21 за Blackburn Rovers. Ну что, ребята, у нас в этом выпуске закрывается зимнее трансферное окно. Мы по-прежнему никого не приобрели, по-прежнему у нас 15 миллионов, но, собственно, давайте немного о другом. Давайте посмотрим на календарь. Играем на Гудисон Парк с Эвертоном, дальше у нас Вулверхэмптон, Пенг, это 1-16 финала Лиги Европы. И заключительный матч в этом выпуске сыграем в гостях с лондонским Тоттенхэмом. Напомню, что в первом круге мы уступили им со счетом 2-1, если мне не изменяет память. Ну что, матчи по вывеске очень интересные, я думаю, будут очень конкурентные, собственно, матчи. И Тоттенхэм сейчас располагается на третьем месте, поэтому, ребят, я думаю, понятно, какой самый главный матч этого выпуска. Конечно же, матч со шпорами. Давайте перемещаться к матчу с клубом Эвертон. Собственно, составы на ваших экранах у нас состав боевой по составу Эвертона. Абамиянг, Головин, Гомос, Докуре, вот такие вот ребята. И играют в центре поля, ну, Абамиянг, понятно, нападающие. И в обе компана по флангам. Ну, центр поля, конечно, хорош, хорош у Ирисок. Посмотрим. Посмотрим, как они справятся с подопеченными Алана Ширера. Гудисон Парк. Уже все готово к матчу Эвертона Блэкберн Роверс. И понеслась Эвертон. Напомню, ребят, располагается сейчас на данный момент на пятом месте. Ну, а мы будем стараться обыграть Ирисок, чтобы закрепиться в зоне Лиги Чемпионов. Головин, перевод на левый фланг, компана. У нас угловой, Мэдисон, подача, скидка на дальнюю не получится, атака вторым темпом. Карамоко Дембеле. Гранду нужно. Снова Дембеле. Армстронг. Мэдисон. Адам. Так, нужно выходить. Нужно выходить, нас прижимают Ириски. И Ириски прижимают. Гипсуайт, какая неудобная передача, но все-таки умудрился. Полузащитник. Лэкберн Роверс. Адам. Съедает, съедает Кента. Снова смечем Бендер. Гипсуайт. Гипсуайт. Еще отлично. Кент со стрижего угла. Со стрижего угла. А в этот раз мы никуда не спешили. 1-0. Раин Кент. Забивает. Никто не встречал Гипсуайт, а понимали то, что... Ну, точнее, даже не понимали. Они ждали, что будет он делать. А он на Мэдисона. И Мэдисон, в свою очередь, сразу же прочувствовался, что забегает партнер по команде. Кент рискнул и... Понадеялся, что голокипер в этой фифе ужасающий. И пробил хорошо. 1-0. Не даем, не даем дышать спокойно. Рамоко Дембеле. Отлично. Ямбе. Очень долго мы владеем уже мячом. Нужно, нужно, нужно что-то придумать уже в атаке. Но нас пока вытесняют. Вот это здорово! Мы все-таки нащупали удар в ближний угол, будет... Эх, ребята, сколько мы уже? Минут 10 тут раскатывали, раскатывали. Чуть-чуть отпустил. Можно было и ложный замах, но тут... Вероятность была того, что... Сберут у нас мяч после ложного замаха. Уходит и Вобби, вместо и Вобби выходит... Это... Сака? Очень похож. Ну да, так оно и есть. И у нас угловой. Мэдисон, подача штрафную. Потрясающая передача на правой фланге. И вот сейчас нужно голубом лететь обратно. Эвертан, может быть, что-то опасное соорудит. Кьюнинг на последнем рубеже обороны пиратов. Момент был потрясающий. Сейчас у Эвертана по-настоящему первый опасный момент у наших ворот. Подача на ближнюю штангу. И нужно убегать в контратаку. У нас может быть очень опасно угловой. Кампана к мячу подходит. Подача штрафную. Опасный момент. Кьюнинг. Великолепная реакция. Иерой с мячом. Это центральный защитник Эвертана. А можно его немного пожёстче с ним, может быть? Карлан Грант. Нельсон. Так, Гипсвайт решил не спешить. Ричардс. И сразу же отправляем свеженького Нельсона. Нельсон. Грант развернулся. Момент был потрясающий. Стракоша на месте. Но там придержали. Карла. Поэтому так получилось. Могло быть гораздо опаснее. Ричардс. Машина просто. Туда-сюда. Грант. 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 Что он творил? Вы видели, друзья? Что он хотел сотворить? Такая передача пяткой. Ой, как Бендер великолепно прочитал этот эпизод. Молодец. Бендер 0-1. И потихоньку вот Эвертан начинал перехватывать инициативу. Не самая простая победа. Но Кёнинг в этом матче тоже красавец. Уверхэмптон хочет приобрести Бендера. Давайте пробовать его продавать. Потому что у него уже статы падают, друзья. Также Белл у нас. У нас Белл стал. Руком трансферного листа. Трансферного списка. Понятно, что мы продаем Бендера. Уверхэмптон. То есть команда с АПЛ. Ребят, но нам нужно продать его зимой. И осталось совсем мало времени. Я не хочу рисковать. У нас, кстати, Калери хочет приобрести Брэдли Дага. Собственно, Брэдли тоже должен уходить. Тем более у Бендера заканчивается контракт в этом году. Собственно, вот последний сезон. Но он стоит каких-то... У него, точнее, зарплата какая-то нереальная. Ему 33 года. Я только сейчас это узнал. У нас, ребят, сейчас 33 миллиона. 33 миллиона. И это... Я вам скажу, гроши. Это просто гроши, если мы хотим приобрести Скотта МакТомины. Бендер ушел. Хорошо. Но нам нужен опорник. Нам нужен опорник на перспективу. Хотя бы. Потому что в следующем сезоне я буду охотиться за Шотландцем. Скотта МакТомина и окажется в следующем сезоне в нашей команде. И нам придется... Очень сильно постараться. Так, друзья. Ну что, после продажи Бендера, после продажи Дага, нам нужен опорник. Нам нужен мощный. Дядька в центре поля, который будет как Бендер. А, конечно, в перспективе и получше. Будет просто выжигать. Будет просто уничтожать. Всех и вся. И, собственно, я добавил несколько кандидатур. Примерно... Не слишком молодых. Не слишком. Потому что... У нас уже сколько сезонов прошло. Они все нормально так развиты. Вот. Сандерберге. Я знаю то, что он реально мощь просто. Метр девяносто пять. Опорник. Номинальный опорник. Что самое главное. Опять же, норвежец. Тем более, у нас в составе есть Айр. Я думаю, они с ним как бы потом вась-вась и все будет нормально. Если вдруг мы будем брать Бергера. Также у нас есть, кстати, датчани. Они тоже там северяне все-таки. Дайр. Я про Дайра сразу подумал именно про Дайра. Мощный просто. Ну, машина. Посмотрите. Но он уже перешел в состав римской Ромы. Поэтому даже не будем пытаться. Добавил Пеллегрини. Об этом вспомнил. Как-то давно у меня была карьера за Рому. И он там, ну, честно сказать, далеко. Не опорный полузащитник. Полузащитник. Да, посмотрите. Неплохой отбор. Неплохой подкат. Тут как бы очень даже. Но все-таки он больше такой плеймейкер, атакующий футболист. Филлипс. Вот парень, которого я бы тоже хотел увидеть в нашем составе. Опорный полузащитник. Очень хорош, кстати, этот парень. Но он перешел в состав Арсенала. Вот такие вот дела. То есть трое сразу отпали. Дальше есть такой футболист. Карентин Толесо. Очень мне нравится этот француз. Ну, с ним что-то творится нереально от травмы. Травмы, еще раз травмы. Сейчас он находится в Милане. Рейтинг у него, ну, где-то 80, я думаю. Такой, знаете, сбалансированный футболист. Имеет и данные, чтобы быть плеймейкером. Хороший, неплохой, плотный удар. Но не опорник. Хотя, в принципе, ну, не то же. Нет, он опорник. Он может играть опорника, но он не такой мощный, если сравнить его с Берге. Пока наш... Пока не наш. Просто Берге парит. Вот. Верету добавил. Или Верету. Тоже он у нас был как-то в составе Ромы. Но он выходил со скамейки запасных. Вот он более такой. И вот еще, кстати, Максимилиан Арнольд. Другой немецкий опорничек. Ну, у этого парня вообще все великолепно. Он прям такой... По скиллам лучше... Я как-то давно смотрел. Лучше, конечно, даже Талисо. Мощные. Вот. И не знаю. Не знаю. Ну, блин, я честно скажу. Вот, ребят, я просто вам показал, кого я добавил. Если в идеале... Если в идеале... Я бы, конечно, приобрел бы Келвина Филлипса. Тем более, в английской премьер-лиге он поиграл. Тем более, сейчас вообще играет, наверное, в чемпионшипе. Возьмем его. Доиграем сезон с ним в основе. Если... Ну, как возьмем? Если все будет нормально. Если все сложится для нас замечательно. Ну, и потом все-таки начнем охоту за Скоттом МакТомином. Ну, что, ребят. Не знаю. У нас вообще нет времени, чтобы поиски какие-то делал. Сразу у нас 35 миллионов. Поставим ему. Ну, посмотрим, сколько поставим. 30-ку, наверное, будем ставить. А фейс, если что, добавим. Погнали. Начинаем с 30 миллионов. Отлично. Отлично. Ну, я думаю, где-то миллионов за 25 нужно было ставить точно. Потому что он действительно очень и очень хорош. Так. Давайте переходить. Надеюсь, по статам он нас не подведет. Надеюсь, статы и не намного стали хуже. Нежели это было в прошлом FIFA. Игнорируем отступные. Зарплата. Подписной бонус. Со всем мы, ребят, соглашаемся. Ну, отлично. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. У нас сейчас очень важные матчи. И... Так. Ну, что. Вот, собственно, Берге на ваших экранах. Посмотрим, что он из себя представляет. Напор. Собранность. Перехваты 82. Видение поля. Очень даже неплохое. Разгон. Это нам не важно. Скорость рювка. О, 79. Неплохо. Даже присутствует какая-никакая ловкость. Прыжки. Выносливость. 90. Сила. Ну, вон. Выносливость. 89. Сила. 90. Вот. Танк. Просто танк. Владение неплохое. Дриблинг. 78. Нифига себе. Играло головой. 83. Длинный пас. Короткий пас. Вообще, слушайте, он и пасы-то может нормальнее раздавать. Чтение в защите. 82. Ну, я думаю, ребятки, отбор. Подкат нужно будет немного подтянуть. Отбор. Вроде бы более-менее нормально. Сразу ставим его в основу. Конечно, все это будет играть, наверное, без замен. Вот. И, собственно, сейчас проведем тренировочки. Так, план развития. Что можно ему развивать? Во-первых, слабая нога. Так. Вот, отлично. Кстати, очень даже здорово. Якорь. Из него будем делать якоря. Смотрите. Реакция увеличивается. Ловкость увеличивается. Разгон увеличивается. Что самое главное, ребят. Слабая нога увеличивается. И увеличивается, что мы хотели, собственно, ему и развивать. В первую очередь, это подкат. Но в будущем будем еще делать акцент на отбор. Подкат пусть тоже будет. Нет-нет. Да и он пригодится. Хотя бы до 75 его будем развивать. А самое главное, это слабая нога. Чтобы он смог отдавать передачи нормально. И правой. И левой. Ну что, друзья. У нас следующий матч с Волверхэнтоном. Помню, что в первом круге очень подно нам было с ними играть. По-моему. По-моему, это было так. Вот. Нам сейчас показывают, как Берг перешел. И должен заменить Дака. Он должен заменить Бендера. Ребят. Он должен заменить, конечно же, Бендера. Вот. И я надеюсь, он это сделает. И он с этим успешно справится. Переходим мы к матчу по составу. У нас есть небольшие изменения. У нас Адарь Био. Играет в основе. Потихоньку, потихоньку. Адарь Био. Посмотрите. У меня тоже рейтинг 80. Майер играет тоже в основе. Возможно, таким акаром Адарь Био будет у нас основным центральным защитником. Потому что Айр пока... Ну, ошибается Айр. Я понадеялся. Ну, ладно. У нас, в принципе, два защитника еще и на скамейке запасных. Собственно, это Айр и это Харбуд Белис. Белису общей претензий никаких. Но и к Айру особо-то претензий никаких. Вот. Майер, опять же, повторюсь, играет у нас в воротах по составу Волверхэмптона. Расстановка 5-2-3. Траурен, Нета, Нунес, Фред, Хабак, Дэн Докер. Играет центрального защитника. Сэм Мэтта, Патрисю. Блин, 5-2-3. Вот эта расстановка мне вообще не нравится. Карамоко Дембеле на ваших экранах в этом сезоне очень даже неплохо смотрится. Если, например, сравнить его с Райном Кентом, все-таки Карамоко Дембеле смотрится поинтереснее. Но с другой стороны, в некоторых моментах Дембеле просто везет и он находится там, где, собственно, нужно находиться. Давайте поговорим немного о новичке. Это Берге. Вот он этот. Наровежец. Мощь просто. Метр девяносто пять. Снова у нас пикинг в команде. Таких уже, кстати, на бомбе у нас трое. Сэм Мэдо. Очень здорово. Очень здорово они. Офигеть. И, ребят, я даже не знаю, как это прокомментировать. Нужно просто ускоряться и просто наказывать. Заявят по-настоящему передача на Адама Армстронга. Адам. Хорошая передача Карамоко Дембеле. Кент в ближний, но это очень долго для этой ФИФе. Это очень долго и первый, так сказать, подход по ротам Волверхэмптона. Вверх. Карамоко. Карамоко. Хорошая передача. Хорошая передача. 1-0 в пользу Блэкберн Роверс. Отдал инициативу Волверхэмптон и был за это наказом. Гипс Вайт. Слушайте, ну Беркта тоже, смотрю, обладаете плохим пасом. Кстати, у Бендера этого не было. Бендер был чистый разрушитель. И пробил, так, кстати, ребят, по центру. Защиту галкипера скажу, что просто он не ожидал. И тут как бы удар получился очень хороший. Морган Гипс Вайт. Морган Гипс Вайт его спокойно накрывает. И все-таки судья фиксирует нарушение правил. Да, фиксирует нарушение правил, сигнализируя, что будет штрафной удар со второго этажа. И Майер спокойно взглядом сопроводил. Это был, кстати, Адам Атрора. Он впервые появился, так сказать, на камере. Ошибка. Не знаю, ребят, почему у нас удар получился... Почему у нас удар, ребят, получился вообще... Вот здесь вот, посмотрите. Это Майер, да? Я вообще не давал, то есть, вперед. Я давал ближнему. Ну, конечно, я не могу винить галкипера. Значит, это... Собственно, виноваты мои руки. Возьмет. И нормально откроется, но не получилось. Вот сейчас, Кент. Удар... Ух, опасно. И второй момент возникает. Майди-сан. Передача потрясающая. Карамоку Дембеле. Карамоку Дембеле. Кент. Майди-сан. Еще передача. Но вот здесь-то... Вот здесь-то мы их все-таки расстреляли. Атака вторым темпом. Защита Боверхамптона не смогла выйти из обороны как следует. Все стянулись туда куда-то... На правый фланг нашей атаки. В итоге... Оставили одного Адама. И тот поразил. Снова, смотрите, Кент. Голевая передача от Мэдисона. Все-таки с третьей попытки... Мы забиваем. Напомню, что у Мэдисона был шанс. Он там... Ударил не очень. Затем шанс был у Кента после передачи Мэдисона. И вот сейчас уже, опять же, после передачи Мэдисона... Мы выходим вперед. Это сделал наш капитан. Нету. Потащил мяч опять по флангу Нету. И ошибается Нету. Крамоко. Армстронг. Что это за передача, а? И так же... Это касается футболистов Олверхэмптона. Кстати, Бергу можно и подключаться. Он неплохо. Это дело... Ой, какая... Ой, как хорошо! Ой, как здорово! Как здорово открывается Адам Армстронг. И буквально с этой же точки он совсем недавно забивал. Его уже оформляет дубль. Это нокдаун. Нет, это, возможно, даже, ребят, нокаут. И как же он отпраздновал этот гол. Как же он отпраздновал его. Посмотрите, Берг. Хорошая передача. И сразу же это Райан Кента дает голевую передачу. Олверхэмптон в атаке. Ух, как может быть опасно. И... 2-3. 2-3. Фред сбивает. Опять пропускаем дважды. Жалко мне немного даже Майера. Потому что он в этом матче и не выручал. Ничего и не делал. Просто пропустил два мяча. Один из которых он через ногу пролетел. Фред нам уже, по-моему, забивал в первом круге. Фред нам забивал. У нас двойная замена. Вышел Скарлетт. Вышел Нельсон. Вышел Харкин. Что хочу сказать насчет матча. Волверхэмптон, ну, победу не заслуживал. Честно. Даже ничего не заслуживал. Они максимум, вот, сделали все, что могли. Забили два мяча. Ну что, ребята. Настала пора, так сказать, плей-офф Лиги Европы. И это одна шестнадцатая финала. Что интересно, друзья. Мы играем с Генком. А Генк, если мне не изменять память, если я ничего не путаю, это клуб, где начинал свою карьеру наш новичок, наш Берге. Не проходит один и тот же фокус у нас. Но раньше проходил и, я думаю, еще пройдет и не раз. Добур. Очень хорошее у него, судя по всему, голевое чутьео. И потрясающее чутьео у нашего галкипера. Это, конечно же, наш незаменимый просто, наш любимчик публики. Кюнинг. Мэдисон. Ой, как красиво. Еще бы и завершать это красивым мячом. Отлично. 1-0 Блэкберн Роверса и голевая передача от Мэдисона. Рэнкент. Отличный. Гол. Отличная комбинация. Отличный выход из обороны. Все было сделано отлично. А все началось, конечно же, потрясающего спасения Кюнинга. Армстронг. Ой, там так хорошо забегал Мэдисон. Адам. Еще передача на Карамоку там, да, потому что Мэдисон попал в положение вне игры. Но парни неплохо. Парни неплохо раскатывают. И видно, что Ген, конечно, ниже классом. Но не будем расслабляться. Нужно забить один, а лучше еще два. Чтобы уже у себя дома чувствовать себя поспокойнее. Я тут только сказал, что не будем расслабляться. И блестящий момент нам всегда забивают после этого. Отлично. Тем будет интереснее. А вот в этом, знаете, где у нас была ошибка? А вот здесь вот надо было сыграть пожестче немного. Все, сразу был обыгран защитник. И Писаро забивает. Подача на ближнюю штангу спокойно. Райанкент. Ой, как хорошо. Сейчас можно выводить Мэдисона. Мэдисон. Удар в дальний угол. И, конечно, он забьет. И, конечно, он забьет. Джеймс Мэдисон. Гол и голевая передача в этом матче. 1-2. Отлично. Какой-то веки забежал Мэдисон. Давненько так не забегал за защитников. Ну и, конечно, такие мы реализуем. Не со стопроцентным, конечно, и результатом. Но процентов, думаю, 90. Всякое бывает, ребята. Но, слушайте, они очень жестко. Они очень жестко нас прихватывают. Ну ладно, Кларк. По правому флангу набирай скорость, Кларк. И вот прострел. Ой, какой хороший прострел. И меч не оказался в сетке. Оказался в сетке только наш капитан. Ну-ка, посмотрим, что там было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это просто невезение. Подключение можно бергивать. Сюда неплохо. Тащит мяч. На Кента. Райн Кент. Бергия. Мэдисон. Эх, на гипсовой эта передача была ужасающая. Ну вот здесь неплохо гипсовать, перехватывает. Кларк. Еще передачка. Еще передачка. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Вот здесь нам просто... Ой, просто повезло. Вот в этом эпизоде. Как говорится, еле-еле там... Ох. 1-3. У нас очень редко такие моменты происходят. Обычно нам такие вот забивают. Какие-то корявочки проходят через трех игроков. Пасы там. Непонятно, что. Тут еще и Армстронг не спирал. Касание ударил. Это вообще, я не знаю, такие эпизоды на визол. Это когда нам наши соперники дают мяч остановить, развернуться и пробить. Это, ну плюс, еще в штрафной. 3-1. Я думаю, это, конечно, все. Левый был коронный. Когда мы забивали второй. Ну а, собственно, правый по коронной. Это уже третий мяч. И это, я думаю, будет... Берге. Пошла передачка на забросик. Ну все, 1-3. Уверенная победа Блэкберн Роверс. И я не знаю, что должно случиться, чтобы по такой игре Ген смог не только нас обыграть, но и пройти дальше. Ну что, друзья. Собственно, турнир на таблице выглядит таким образом, что после этого тура... 27-й, кстати, по счету. Если мы обыграем лондонский Тоттенхэм, который потерпел уже 3 поражения, хотя совсем недавно у них было одно, мы можем оказаться на первом месте. Вот такие, друзья, дела. Сити какую-то невероятную игру показывает в обороне, но унылую по меркам матчей Сити показывает игру в атаке. Вот что еще можно сказать. Состав у нас будет боевой. Играем. А, кстати, я даже не знаю, где мы играем. Давайте, собственно, перемещаться. Играем мы на выезде на Тоттенхэм Стадиум. У Кейна и у Армстронга по 22 мяча. Ну и Салах тут наступает им на пятки. Но это не самое главное. Самое главное, это, конечно же, результаты команды. По составу Тоттенхэма, Кейна, Ло Челеса. Кого можно еще выделить? Ну, это, конечно же, Сон. Регелон играет слева. Закари опять у них центральный защитник. Интересно. Доверяет. Доверяет тренер швейцарцу, чтобы он играл в защите. В центре защиты. У нас по составу, собственно, боевой состав. Все готово к матчу. Потрясающая погода. На удивление. Даже я бы сказал, не английская погода. Погнали. Проблематично будет для нас. Ло Чельсо. Регелон. Штрафной регелон. А как так-то, а? Вот, собственно, это ситуация. Вот она, эта ситуация. Ой-ой-ой, ребят, это передача. Слушайте, ну очень опасно играет Тоттенхэм. Они перекрывают зоны. У нас, например, Гипсвайт стоит на месте. А Берге подключается в атаку. И это очень печально. Снова Регелон. Играет разнообразно Тоттенхэм. Он играет разнообразно. И Кёнинг! Невероятный, невероятный Кёнинг. Мы пока отбиваемся. Действительно, пока у нас... Нет возможности... Это что, прям вылупился просто в центральный защитник Акент? Ему успокаиваться. Ари Кейн снова потрясающая передача на Сону. Но с ним снова Ниамбе. Пока 2-0. Пока 2-0 в пользу Ниамбе. Кейн... Гипсвайт... Очень может быть опасно. И мяч заползает в эти грёбаные ворота. Там судья зафиксировал нарушение правил. И... У нас 1-0 в пользу Тоттенхэма. Это сделал Аргентинец Ло Чельсо. Давайте посмотрим. Вот в этом эпизоде... Да, был опасный штрафной. Неожиданно получился рикошет для Кёнинга. Выходит Родри. Ло Чельсо будет подавать угловой. Высоченная подача. Атака вторым темпом у Тоттенхэма. Бендер! Ой, Бендер Берги! Ой-ой-ой, как хорошо! Вот сейчас нас, конечно, размотали. И Ло Чельсо удваивает преимущество. А сейчас он сделал так здорово. Так хорошо. Так грамотно. Вот по этой игре я хочу сказать, что действительно Тоттенхэм... Это не тот Тоттенхэм, с которым мы играли до этого. Как же он всё-таки Ньямбе-то... А это Ньямбе-то было до Робио. Так вот, этот Тоттенхэм, он совсем другой. Обычно как они? Забьют и всё, и тянут резину. Потом там выбегает в редкий контратак. И здесь нет. Неужели это Маурини? Неужели это его футбол? Передача на Кента. Ой, Кент, как хорошо! Вот сейчас всё было здорово. Я даже не спешил, я не хотел отрываться. Райн Кент... Даёт нам шанс. 83-я минута, 2-1. Блэкберн Ровер забивает. Вот здесь вот... Вот здесь он здорово сделал всё. Пробросил. Если бы Лиарис выходил, возможно, сократил бы угол обстрела, и было бы сложнее нам забить. Всё, судья свести, 2-1. Минимальная победа Тоттенхэма. Мы начали играть в футбол последние 15 минут. А этого не хватило, чтобы дважды забить шпором. Вот и поражение четвёртое. Так, друзья, ну что? Турнир на таблице после 27 туров. Борьба... По-прежнему продолжается. Продолжается не только за Лигу Чемпионов. Посмотрите, Сити, Юнайтед, Эйвертон. Насчёт Челси не уверен, но у Челси 12 поражений. Как вы это делаете, парни? Так вот, борьба за Чемпионство продолжается. Если Сити сейчас немного наберёт обороты, то, возможно, они тоже в эту борьбу клинятся. Но Тоттенхэм не отпускает. Флэйберн Роверс. У нас 4 поражения. Всё ещё впереди, ребят. Ещё 11 туров. За это время может случиться всё, что угодно. В зоне вылета у нас Дерби, Весбром и Бёрли. У Дерби вообще очень всё печально. Прям печально некуда. Не забывайте, друзья, подписываться, комментируйте, ставьте палец вверх. С вами был Гамбит. Всем удачи, друзья. До скорого. Пока-пока.